Рынок смарт-часов, пожалуй, один из самых интересных из мира гаджетов с точки зрения ценообразования. Устройства, которые обязаны показывать все время, можно купить как за 100 рублей, так и за 100 тысяч рублей. Причем лимита в потолке цен не имеется. Так за что мы платим при покупке себе смарт-часов? С вами Филипп, интернет-магазин VideoShopper и сегодня мы постараемся разобраться в этом вопросе. Самая первая разница в разбежке цен у часов обусловлена их материалами. Здесь отметим, задача дорогих часов в первую очередь в том, чтобы показать окружающим уровень благосостояния своего владельца. В определенных кругах собеседнику становится важно, что у тебя на запястье и насколько это дорого. Ведь если человек может позволить себе титановый корпус на устройстве, предназначенном для вознавания времени, это как минимум говорит о том, что человек временем распоряжается грамотно, раз в состоянии себе такое купить. Но дорогие материалы это в большей степени нюанс, относимый к простым часам. Но что насчет смарт-часов? Основной принцип конкуренции смарт-часов это количество функционала в них. И чем функционала больше, тем часы дороже. Но проверку временем данная концепция выстраивания цен не прошла, так как появились китайцы, которые предлагают все тот же функционал, то и дорогие часы, но на порядок дешевле. И обычный пользователь, буквально не понимая в чем разница, охотнее выбирают то, что дешевле. Ну а действительно, пульсы смиряют, шаги считают и стоят в тысячу раз дешевле, получается идеальный вариант. Также стоит отметить, было множество попыток сделать статусные смарт-часы, например, что-то наподобие золотых Apple Watch'ей, которые в восточных странах хорошо себя зарекомендовали как устройство, где есть функционал примитивных смарт-часов, а также дороговизна и ценность материалов. Но вся эта ценовая статусность нивелировалась их функционалом. И что получается? Есть дорогие смарт-часы, например, Huawei или Samsung Watch или Apple Watch. Есть дешевые смарт-часы, например, Xiaomi со своими Mi Band'ами или MS Feeder. И есть понтовые смарт-часы, например, титановый Samsung Watch или Apple Watch Ultra, где, ну да, материал дорогой, но функционал, как и у всех. И это все? Оказывается, что нет, ведь компания Garmin соединила в себе как премиальность материалов, так и качество и обширность функционала. Поэтому здесь мы остановимся поподробней. Допустим, смарт-часы от компании Xiaomi, Huawei, Samsung и Apple имеют в себе обширный функционал и достаточно удобный дизайн, но еще бы у них целая компания аналитики и дизайна. Однако почти все их часы заточены под обычного среднестатистического человека. И да, я не считаю, что это плохо. Но если рассматривать с точки зрения статусности, она начинает размываться весь продукт, и даже если и дорогие, то на них куча поделок, которые делают этот продукт массовым. И самостатусность уже не имеет значения, ведь ты не понимаешь, то ли перед тобой успешный бизнесмен, то ли перед тобой типичный Джонни Кейдж, который по дешевке купил у друга Кун Лао часы. Поэтому здесь мне больше симпатизирует подход часов Garmin. У них идет четкое разделение для кого и какие часы. Линейка Furrunner. Подход больше для бегунов, пловцов и триатлонистов. Линейка Phoenix. Лучше подходит для спортивного туризма, занятий водными видами спорта. Они выдерживают погружение до 10 метров, когда некоторые модели Furrunner выдерживают только 5 метров. Или, например, для беговых лыж. Линейка Instinct. Это для тех, кто хочет подешевле, долговечнее в работе и кому достаточно базовых тренажерных занятий, а не весь мультиспорт прошлых моделей. И чтобы все это было на максимально качественных материалах. Линейка Venom. Для тех, кто просто время от времени занимается спортом. Упор в этих моделях сделан на взаимодействии со смартфоном, например, записи голосовых сообщений и управление вызовами. Линейка Approach. Для любителей гольфа. В них даже уже загружено 42 тысячи карт для полей. Зачем они вам? Ну, вдруг пригодятся, потому что они могут рассчитать расстояние от задней, средней и передней части грина, для того, чтобы ваш удар попал точно в цель. Плюс еще много мелких функций, которые пригодятся. Например, подсчет карточек. Линейка Mark. Она говорит сама за себя. Например, Mark Aviator. Значит, у тебя есть самолетик. Mark Captain. Значит, у тебя есть яхта. Mark Driver. Значит, у тебя есть гоночный автомобиль. И так далее. И вот представьте. Вы видите человека, у которого часы Garmin Mark Aviator. И первый вопрос, который, скорее всего, у вас возникает в голове. У вас есть самолет? Или, например, вы видите на нем часы 4 раннер? И тут сходу возникает вопрос. Ты действительно спортсмен? Ты увлекаешься бегом? А какие вопросы возникают, когда вы видите человека с Samsung Watch'еме или Apple Watch'еме? Скорее всего, вопрос будет только один. Это оригинал или нет? Да, безусловно. У часов Garmin тоже есть подделки, но их подделывают куда реже. Если вы спортсмен-любитель, то однажды вам захочется загружать свои тренировки в сервисы от Strava, Nike, Adidas. Они все интегрируются с Garmin. Кто интегрируется в полной мере с Huawei, Samsung или Apple Watch? А если вы профессиональный спортсмен, то вам нужна синхронизация со специфичными сервисами. Garmin и это умеет. А также поддержка внешних датчиков, нагрудные ремни, датчики мощности, скорости и прочее. И тут Garmin вне конкуренции, потому что поддерживают протокол Ant. Все, что заявлено в Garmin, работает из коробки, без дополнительных настроек. Навигация, датчики пульса, трекинга сна и активности, отслеживание физиологических метрик, стресса и прочего. Например, у Fenix'ов трансфлективный экран. Да, не такой красивый, как AMOLED, но в дневное время экран остается читаемым без подсветки. А это сказывается на автономности. Отправляясь в поход, какие часы вам смогут показать навигацию и при этом работать больше 20 дней? Я от одной мысли похода уже задумываюсь, где Apple Watch бы зарядить. Управление кнопками. Не надо зимой снимать перчатки, чтобы переключить музыку, либо экраны. Но и датчики у часов Garmin максимально точные. Они намного точнее измеряют показатели здоровья, чем конкуренты. Потому что основной принцип компании – делать точный гаджет для спорта и движений. Ведь не зря компания занимается производством GPS и спорт-трекеров. А их разработки используются в покорении космоса. Они как у китайцев, где чаще всего пульс находится даже в палке колбасы, а кислород осмеряют по выдуманным цифрам, не имея в себе даже датчика. Ну или Apple Watch, цель которых – сделать часы удобными в повседневном использовании. Главное с вечера не забыть на зарядку поставить. Вишенка на торте – это функционал Garmin, который отлично работает как с Android смартфонами, так и с iPhone. Да, и работают даже без смартфона. А теперь если взять конкурентов. То есть попыток сделать монополию, те же Apple Watchи в полной мере своего функционала хорошо работают только с iPhone. Huawei там вообще без танцев с бубнами не обойтись. Samsung вроде и туда и сюда, но точность в измерении и автономность все равно оставляют желать лучшего. Ну и что получается? Если рассматривать рынок часов по соотношению цена-качество и убирать среди дорогих часов, то попросту по всем пунктам лидируют гармины. Как выбрать часы для себя? В первую очередь здесь нужно основываться на бюджете. Если вам нужны часы лишь для времени, то вполне хватит и смартфона. Если у вас проблема, что вы разблокировали телефон, посмотреть время и забыли, что хотели, то здесь лучше выбрать обычные наручные часы, а телефон вообще стараться исключать из повседневного использования. Если первые два пункта не про вас и в 3 часа ночи вы хотите движений, мониторинга здоровья, сна, правильного питания и прочего, то здесь опять же возвращаемся к бюджету. Если вам важны лишь цифры из дисплея, а уровень кислорода в крови вичный 99% в душной комнате, из которой больше суток не выходили вас устраивает, то пожалуйста, любые дешевые фитнес-часы, либо браслеты. Если вы все-таки всерьез занялись здоровьем, то уже часы от Samsung или Apple Watch, они вам вполне сгодятся. Точность, конечно, не максимальная, но достаточная, чтобы понять, есть ли пульт 190, то, наверное, нужно остановиться. Однако тут мы уже платим автономностью. Ну и если спорт, путешествие или любой активный образ жизни это про вас, а вашими результатами и достижениями можно гордиться, то это часы Garmin. Купили и видим действительное состояние здоровья. Ну и поскольку, разбираясь в вопросах смарт-часов, вышло так, что я расхвалил Garmin, я просто обязан вам рассказать, где их купить в игре не всего. Все просто, видеошопер, часы Garmin, промокод вам в комментах на хорошую скидку и дерзайте. Мы даем на них год гарантии, хотя, по моему мнению, на такие часы она ни к чему, они попросту неубиваемые. Мой опыт использования часов Garmin. В целом я огромный фанат часов и их вариативность у меня плюс-минус достаточная, чтобы было на чем основывать свое мнение. Из плюсов, которые я отметил для себя. При любой встрече они приковывали внимание и первые вопросы были действительно ли я их купил. Второе, это их дисплей, он реально крутой и ночью на часы смотреть максимально комфортно. Точность тренировки, хоть там и нет в тренировках конкретно моих упражнений, однако точность проработанных мышц поражает. Четвертое, автономность. Часы заряжал всего один раз и батарея даже не намекнула на какую-либо зарядку. Пятое, самое крутое это его навигация. Хоть топографическим кретинизмом я не страдаю, однако это невероятно круто, когда прямо в дороге можно выделить и увидеть свой маршрут. Конечно не обошлось и без минусов. Первый минус для меня это разъем зарядки. Честно, я его не совсем понимаю и будут ли контакты окисляться со временем после вводных процедур не ясно. Второе, это лично мне не нравится его навигация меню. Она кажется мне слишком простой и как будто от этого менее функциональной, чем у тех же Apple Watch. Однако я понимаю, что здесь дело лишь привычки. Какие гармины выбрать? Хоть у нас на сайте и очень огромный ассортимент, здесь из всех я отдаю предпочтение линейке Phoenix, потому что здесь все и сразу. Если вам нужно что-то для занятия спортом, то модели Forerunner 965 или 55. Если для спорта и подешевле, то Forerunner 265. Если подбирать часы для экстрима и каких-либо путешествий, то это безусловно модели Apex. Здесь уже скорее будут решать ваши вкусовые предпочтения. Если вам понравились часы, весь ассортимент вы можете найти на нашем сайте. Делитесь в комментариях своим опытом использования часов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok